Ты меня с ними куяк! Подожди сейчас! Спрячься! Блядь заебал нам! Не ори! У меня пишет микрофон! И чё? Не молчи! Я слышал что-то не отказать! Не перспектива! Короче, стой тут 30 секунд и давай! Ну Виталя тут пизданул! Жди ещё 30 секунд! Развалины древнего ферсонеса! Всё что осталось от города, который был основан в 5 веке до нашей эры римским... Блин, давай заново! Переключай заново! А ну покажи что там! Ну покажи что там было! Нормально? Всё нормально! Да, покажи! Блин! Блин! Ну всё! Не пизди сейчас это! Тишина! 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 был основан в V веке до н.э. греческими переселенцами. Эти люди сразу облюбовали эти места, которые были похожи на их родину. И климат тоже соответствовал ихнему. Здесь они и основали город, который сначала был небольшим поселением, потом стал разрастаться и со временем превратился в один из центров торговли на Черном море. Греки здесь занимались земледелием, рыболовством и работорговлей. В основном выращивали виноград и обменивали его с местными жителями. Так продолжалось несколько сотен лет. Город разрастался, становился все больше и больше, пока не превратился в самый крупный порт и торговый центр на Черном море. А ну кинь чуть-чуть дальше, Виталий, туда, в проход. Да пошел вон! Давай один глоток и не пизди, сейчас тишину сделайте 15 секунд. Да пошел, ты вообще охуела, блядь. Где мы входили, ты имеешь в виду? Ну да. Ты можешь помолчать 15 секунд? Не могу. Потом удалять твои звуки. Мне море надо, нахуй мне его, блядь. Мне надо снять, чтобы птицы пели, блядь. Да тут нормально, нехуй-то лазит тут, там ничего нет. 10 секунд тогда уже помолчите, все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь кипела в герсонесе древних времен. Остатки цивилизации, ее жизнедеятельности находятся на каждом метре этой земли. Керамика, обожженные какие-то сосуды, остатки людей, кости и так далее. Обработанные камни, все это перенасыщено этими скалами и этим берегом. То есть археологи уже изучают ее практически в 200 лет и работают еще не на одну сотню лет. Мы с Херсонес. Именно здесь в начале июля 1942 года последние защитники Севастополя нашли свою участь. Люди не сдавались, сражались голодные, измученные, усталые, но сражались. Пили морскую воду по воспоминаниям многих очевидцев, но не сдавались. Здесь они и нашли свое последнее пристанище. Многие люди не понимают их в наше время особенно. Как же так? Как так можно? Но, скорее всего, что-то в этих людях было. Такое, что нам не понять. Было что-то такое, что заставляло взять старую винтовку, грудь с последним патроном и идти на верную смерть. Как было и здесь, на мысе Херсонес. Не пизди! 10 секунд! 10 секунд! Ты можешь не пиздеть! Пусть ты пикурор, блядь! Недоразвитой. Дядь, что тут, блядь, само собой? Все это, вот, хватит. Вот, ты, понимаешь, так и срочно. Виталий, 10 секунд не говори, пожалуйста. А, блядь, пустость, блядь. А, пара, пора, пора. Заново давай. Виталий тут харкает, понимаешь ли, блядь. Да нормально. Да ненормально это. Шо тебе нормально? Заново давай. Иди заново спускайся, блядь. Сейчас подожди, сектантка пройдет. Не, ну у меня что записываться. Мозаика. Она осталась, конечно, и везде. Но по преданиям, ею были обделаны многие мостовые стены, храмы и другие религиозные места города. Это то, немногое, что осталось для наших дни. И то, реконструировано местными археологами, является очень хорошим свидетельством того, что город был развит не только в земледелии рыболовстве, но и в ремеслах, а также обработке камня, которое видно на каждом шагу. Некоторые из них доходят до нескольких сотен килограмм веса, что свидетельствует развитой цивилизации на тот момент времени. Пошли. Голиколепно. Древняя купель для крещения. По преданиям, именно здесь, в 1988 году, крестился великий князь Владимир. А после и крестил свою дружину. Принял христианство, которое и распространил на все славянские земли. Можно просто догадываться или предполагать, что двигало князем в то время. Но факт остается фактом, что это решение наложило неизгладимый отпечаток на всю нашу дальнейшую историю. И идет за нами уже более тысячи лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Сам же не хочет. А надо... Все? Можно сказать, где до воевали, в Шиферополе. Можно постоять и поговорить. Понимаешь? А есть места. Мы что сюда? Просто так приехали. Можно было посмотреть. Это самое парад, блин, и поехать в Шиферополе около танка стать и все рассказать. Понимаешь? Ну, мы все отсняли. Что, на Херсонесе все отсняли? Ну, все, хорошо. А ты будешь заходить? Неприступные стены Херсонеса, которые не были взяты приступом более полторы тысячи лет. Но однажды к нему подошло невиданное войско северных племен русов. Предводителем их был князь Владимир, который отличался от других завоевателей. завоевателей. Именно ему им принадлежит первому взять их приступом. Византийские императоры надеялись и были уверены в прочности этих стен, но они ошибались. Фотопорад же как он тут нажимается? красная там нажми. Есть? Красная там. А, вот запись. То есть запись уже ведется? Да, да, да. Ну, давай. Конечно же у всего есть свое логическое завершение. Не был исключением и город Херсонес. Он был желанным объектом многих правителей. Сначала был греческим в первом тысячелетии, в первом веке нашей эры. Его берут под протекторат римляне. После развала Римской империи в пятом веке нашей эры он отходит из Византийской империи. которая в свою очередь была уничтожена под ударами турков. И в конце концов пришли племена турецкие, которые мне нужен был под город. Город стал постепенно увидеть. Появились новые центры торговли, это наверное одна из самых основных причин прозябания и увядания этого города. Появились центры такие как Судак, Феодосия и другие. А город постепенно умирал, покуда не превратился в маленькую рыбачью деревушку на выси. На выси. Херсонес. Херсонес. шо там блэн, снимай историка блэн. Фотографируй. Тебя сфотографируют? жи. блэн. Жи. Блэн. Жи. Блэн. Блэн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Даже как здесь греческо спутил. Вот здесь. Короче. А там мы стояли сейчас. Дебы еще часа-полтора часа. Такой тяжелый. Они заодно. Командир корабля. Забирай его. А не бьют. Или больше не бьют. Командир корабля. Забирай его. Вот здесь вот. Идет в руке. Ура, дорогие товарищи! За номером 0616 и 0615 суда типа Бора, ракетная катера на подушке, пришедшая из города Калининграда. Ура, дорогие товарищи! Ура! 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 А это все правда. Пей водку. Все секреты выдал. Зачем? Мы только остали, но в случае есть где-то подняется, чтобы мы будем водоплодать. А чем птицать можно было? А чем поводок взять? Все, посевочкой. А, нормально. Давай, давай. Все, нормально. Россия! 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 Аннушка, тёска прошла. Это что? Я не фоткала тёску. Вот тёска идёт. Россия! ШУМ МАДЕЛЯ Повторяю! Повторяю! Играет музыка. 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 Играет музыка.